Вячеслав, сын спрашивает про Ленин. Скажи, это зло, как он утверждает, или добро, как я утверждаю? А вы знаете, ну это же диалектика. Нет в человеке абсолютного зла и нет абсолютного добра. Тут нужно взвешивать, сколько в Ленине, насколько больше было зла и насколько больше добра. Поскольку к делам Ленина принято причислять дальнейшие какие-то события, которыми уже руководили вовсе и не Ленин. И так далее. Поэтому нужно, наверное, отсечь вот тот период, когда он находился у власти, взять вообще все периоды его жизни и посмотреть, что он сделал больше доброго или злого. Лично для меня Ленин сделал больше доброго, потому что он очень крутой теоретик марксизма и мне достаточно здорово вправил мозги, очень здорово вправил, поэтому я ему за это благодарен. Я думаю, что те люди, которых расстреляли по телеграммам варианта такого, а расстреливать никого ни о чем не спрашивая, не допуская идиотской волокиты с коммунистическим приветом, ваш Ленин, ну она, насколько помню, 22 августа 2018 года пришла в Саратов, такая телеграмма. Ну, наверное, они менее довольны, чем Мальцев. Поэтому зло или добро. Забудь про Маркса и Ленина, иначе мы останемся в прошлом. Все надо начинать с чистого листа. Какой вы смешной. Ну, я надеюсь, сегодня еще про Маркса поговорим. Маркс как раз с Лениным это не прошлое, как это не парадоксально, да. С точки зрения экономической теории, я более стройной теории, чем теории Маркса не видел. И на основе этой теории можно только построить будущее, понимаешь. Зная, как, так сказать, меняются общественно-экономические формации, что происходит и что должно происходить. Мы сегодня специально поговорим. Вот сейчас я настроюсь, специально поговорим. Министерство труда и социальной защиты России подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в РФ с 5 до 4 дней. Прямого ответа на этот вопрос в документе не дается. Вот видите. То есть, ну, понятно, а что, зачем. Вообще, и вот сейчас мы можем с вами о Марксе как раз поговорить в этой связи, да, или в связи с этим. Ну, вот сейчас уникальная ситуация. Вот сейчас нужно делать пенсию с 50 лет. Это первый этап, безусловно. Следующий этап должен быть, конечно, четырехдневная рабочая неделя. Весь документ, оборот, все взаимодействие с госорганами только через интернет. Интернет, банки, все-все-все, только через интернет. Никаких лишних людей. Вы понимаете, что ежеминутные должны быть сокращения, пока мы не избавимся от главного тормоза. А знаете, что является на сегодняшний день главным тормозом? Люди, люди на сегодняшний день для нового материального производства, и это Карл Генрихович предсказал, да, разработав свою систему, вот, являются тормозом старые производительные силы. А что является старыми производительными силами сейчас? Люди являются старыми производительными силами. Поскольку у них производительность труда очень низкая, и с роботами, конечно, их нельзя сравнить. Поэтому люди не должны иметь право на труд, должны иметь право на образование, здравоохранение, обеспеченную жизнь и так далее. И поэтому нужно сейчас решать вопросы, как дальше людей кормить, и как они должны жить, чтобы быть счастливыми, чтобы не оказалось так, что в конце концов поставят кругом роботов, а этих всех выкинут. Вначале они будут пахать, как рабы, да, как вот сейчас пашут, а потом их заменят на машины, выкинут на улицы, не будут ни лечить, ни кормить и так далее. Потому что, понимаете, какая ситуация? В основе человеческого бытия лежит что? Материальное производство. То есть, вот про Маркса тут написали какие-то нехорошие слова. Но до Маркса люди считали, что является движущей силой развития человечества. Они считали разум. Ну, прекрасно. Конечно, в, так сказать, широком масштабе, да, там от обезьяны до человека и дальше снова к обезьяне, конечно, разум, конечно, разум, да. Но вот та побудительная сила, которая движет прогрессом, это всё-таки материальное производство. Безусловно, материальное производство. Помните, Маркс говорил, не сознание людей определяет бытие. Бытие определяет сознание. Мне вот удивительно, что я должен рассказывать, в общем-то, абсолютно банальные вещи, потому что банальные вещи. Кто-то может с этим не соглашаться. Это вообще вызывает у меня жуть. Что такое производительные силы, которые сейчас изменяются? Производительные силы люди и средства производства. То есть машины какие-то, я не знаю, что там ещё, да. Вот что такое люди в данном случае, вот в тех производительных силах, которые сейчас, которые мы имеем. Ну, и не только сейчас. Вообще, по Марксу, что такое вот эти самые люди? Это трудящийся человек. Он является непосредственным субъектом труда. Он трудится, да. А он должен сейчас трудиться. Вот вы подумайте, да. Не слишком ли это жирно, чтобы человек трудился, а не робот? Робот тоже, машина, он железный. И человек выступает как рабочая сила в понимании марксистов, он выступает, то есть обладает каким-то физическим потенциалом, может брать, да, там, кидать, копать, кидать и так далее. Он на машине что-то крутить, ногами что-то делать и так далее. То есть он обладает физической силой, он обладает интеллектуальными способностями, обучаемостью и уровнем культуры. Даже отмечали марксисты, что уровнем культуры. Вот нужен такой человек с его уровнем культуры сейчас в материальном производстве. Конечно нет, конечно он тормоз. Зачем сейчас человек для материального производства? Он сейчас только мешает. Должна работать машина. А изменение производительных сил, конечно, идет к изменению производственных отношений и все. То есть, дальше я не буду вам читать лекцию. Просто, понимаете, просто сейчас мы находимся вот в такой точке, в такой точке, что можем не успеть, что называется. И это очень жаль. То есть, можно было бы развиться и развиться, ну, я не знаю, до какой степени. Сейчас, ну, по крайней мере, сделать вот тот самый прыжок или прорыв, про который все время говорит Вова Путин. Как его? На основе чего можно сделать? На основе материального производства, в основе которого люди находятся, да, там такие эти, как их, мигранты, да, вот они должны заниматься материальным производством. Конечно нет. Если они будут заниматься материальным производством, то все, мы окажемся в жопе. А так мы можем опередить всех. Могли, но Путин нам помешал. Если бы были те люди, которые понимали, а парадокс знаете в чем? Это самый страшный парадокс, что в России осталась масса людей, осталась масса людей, которые являются марксистами, которые экономическую теорию Маркса знают прекрасно, понимают, как это работает, да, но с одной стороны они не видят будущего, такие как Зюганов, он знает прекрасно марксистскую теорию, но у него нормально все с Вовой Путином, да, это с одной стороны. А с другой стороны те, кто видят, они достаточно вдалеке от власти, они не могут реализоваться. А если они были во власти, вот как я, я не мог реализовать всего того, что я вижу и того, что я хочу. Так что, что-то я запутался, я тормоз, ну, смотря в чем. Смотря в чем. Если в современном материальном производстве, то жуткий тормоз. Ну, вы можете выполнять там сотни тысяч операций одновременно. Вы можете порассчитывать. Вот представьте себе на секунду. Вот сейчас есть в Саратове длинный, там какой-то оранжевый, там хер его знает, ну, какой-то этот гипермаркет, да. Вот он от девятого гастронома на проспекте энтузиастов, да, и до улицы Пензенской, до пересечения с улицей Пензенской. Ну, там сколько? Ну, метров пятьсот-то есть, наверное, да. Вот представляете, такое здание. Вот это было трехэтажное здание. Трехэтажное. Во всех этих этажах сидели инженеры, конструктора, занимающиеся исключительно тем, что рисовали чертежи, которые отдавали слесарям, токарям там и так далее. Токарям, слесарям, а то сейчас опять докопаются. И те готовили какие-то детальки. Из этого получались самолеты Як-42, крылатые ракеты и самолет Як-38. Все, вот полное исчерпывающее количество изделий, я вам назвал. Три этажа пятьсот метров, то есть полтора километра от них только ватманов там, да, кульманов и так далее. И там все это они чертили. Сейчас ту же самую работу выполняет один компьютер, не мощный, достаточно слабенький. Всю ту же самую работу может выполнить. Поэтому человек, конечно, с точки зрения современного материального производства, тормоз, еще какой тормоз. Наговорил слов. Кто наговорил слов? 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 Продолжение следует...